Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики, с вами снова я, ваш горячо любимый и давно потерянный Алан Зар. Ну что ж, прошу у вас прощения в очередной раз о моем длительном отсутствии, хотя что уж извиняться, я не тот блогер, о котором все мечтали, да, и уж не то, что вы ожидали, хотя если я и берусь вообще, в принципе, за какой-то материал, да, я берусь, исходя из глубокого анализа, конкретно то, что мне нравится. Даже независимо от того, хотя, даже независимо от того, что у меня такое малое количество подписчиков, да, тем не менее, я ориентируюсь на ваши отзывы и на ваши комментарии. Если вам интересен вот такой формат, да, и вот такие ролики вам заходят, прохождение, я тогда буду ориентироваться на ваши комментарии, буду развивать свой канал в этом направлении. Но если у вас есть какие-то дополнительные идеи, скажем, кто-то предложит сделать прохождение на что-то другое, да, то, что ему интересно, скажем, какая-то новая игра или видеоновелла по какой-то отдельной тематике, пожалуйста, пишите, звоните, не стесняйтесь, я только за. Сегодня я решил немножко отойти от повседневной суеты в больнице, у нас работа очень тяжелая, и даже сейчас я нахожусь на экстренности, жду звонка из больницы, но пока жду, решил немножко, так скажем, уйти в другой мир, мир философии и хоррора. Сегодня я решил сделать прохождение на игру под названием Амнезия Бункер. Ну, многие из вас знают уже, наверное, вот серию игр Амнезия, их всего лишь вышло на сегодняшний день 4 игры. Первая игра Амнезия Призраки Прошлого, вторая игра Амнезия Машин для Свиней, с более философским материалом, третья, с очень запутанным названием, я их, к сожалению, сейчас не припомню, на R начинается. И вот последняя, вот Амнезия Бункер, вышла в мае этого года. По сути, Амнезия – это серия игр про саморазрушение, ну, там психологическое, психиатрическое, вот на этом уровне. И это, в принципе, моя любимая тематика, я обожаю мистификацию, люблю философию, ну, по крайней мере, мне интересны тараканы в голове человека. Так что, я думаю, подобная, так скажем, формация вам пойдет, зайдет, так что, если вам нравится подобное, будем делать прохождение именно подобных, вот материалов, подобных игр. Ну что ж, начнем, не будем тянуть время. Так, я тут немножко в настройках покрутил, чтобы не было потом проблем с прогрузкой. Так, режим легкий, нормальный, сложный. Давайте нормальный оставим, а то я это, я не такой уж и бессмертный. Так, эффекты из, так, что тут у нас, эффекты, вибрации, субтитры, подсказки. Так, что тут у нас, ну, вибрации убрать, так, субтитры оставить, подсказки на экране. Это, так, вот это пока убрать, подсказки оставить, эффекты искажения убрать. А то у меня это, вестибулярка не очень, во-первых, а во-вторых, уже который день меня тошнит. Игра, кстати, сразу объясняю, что это тип хоррор с элементами философии. Так, что если тут будут моменты такие, уж сильно не пугайтесь. Мне уже страшно. В принципе, вот первая игра Амнезии, вот призраки прошлого, она довольно, так скажем, снизыскала большой успех. И, несмотря на даже такую уже деревянную графику на сегодняшний день, тем не менее, у нее очень такой неинтересный сюжет. Даже по сравнению со второй частью. Так что, если у вас будет время, открывайте, играйте, это очень интересно. Интересная серия. Так, ага. Чтобы выжить в этой войне, вам понадобятся две вещи. Во-первых, базовый набор навыка. Во-вторых, тонкое чутье делать то, что необходимо. Первому я могу вас научить, второй зависит только от вас. Так, надо потише делать. Ой-ой-ой. Анари, скорее в укрытие, вперед. Так, мы, кажется, где-то в окопах. Иди вдоль окопа, я проведу тебя куда-то. Я так и не понял, куда она проведет нас. Я так понимаю, сюжет этой игры... Ну, то есть, все это дело развивается в эпоху Первой мировой войны. Где-то в Норманте, во Франции, я не знаю, где конкретно. Но примерно, вот в этот период времени, примерно так. Ой, господи. Уже трупаки пошли. Так, у нас есть ружье. Удерживайте так и прицеливайтесь, чтобы выстрелить. Все понятно. Так, что тут у нас? Банка. Тут у нас каска. Здесь у нас откуда-то вода бежит. Здесь где-то кровь лежит. Так. Так, здесь мы можем присесть. Нажмите Q и E, чтобы наклониться в лево и вправо. Угу. В принципе, рабочая схема. Так, ладно. Пойдемте дальше. Кстати говоря, в настройках звука я особо сейчас не парился. Если я немножко тихонько говорю, а музыка громче, вы уж простите меня. Буду стараться говорить гораздо громче положенного. Shift. Ага, чтобы бегать. Ага, все понятно. Ой, господи. Вот поэтому я не люблю играть вот в этих хоговый. Иногда, понимаете, вот чтобы держать себя на стимуле, чтобы немножко адреналинчику, все дела. Конечно, полезно немножко поиграть в подобные игрушки. Но в разумных пределах. То есть, это должно быть поменьше крови, меньше жести. Ну вот, все должно быть более-менее культурно. Так, тут какое-то помещение. Мы что-то подобрали. Я так и не понял, что мы подобрали-то. Так, чтобы открыть контейнер, нет? Ага, все. Что-то промерлил под носом, я так и не понял. Ну, так. Здесь какая-то дверца. Ну, слушайте, приличные окопы. Так, что, не открывается, что ли? И как отсюда выйти? Это что? Ага. А ну-ка. А, я все понял. То есть, сейчас надо вот этой штукой разбить вот эту дверь. А ну-ка. Ага. О, царапинка, видимо, ей надо сломать. Ага, все. Видите, чуйка, как работает? Так и знал. В укрытие, в укрытие. Эх, ребят. Война, штука, очень неприятная. На самом деле. Дорть, дорть. Это, видимо, на французском, кажется. Если я не ошибаюсь. Так. Ага, тут мы доски убрали. Ага, все. А, оказывается, тут и ползать можно. Полноценно. Так. Здесь что у нас? О. Так, это что у нас? А, это патроны. То есть, мы до этого, видимо, патроны и собирали. Тоже зеленые были. Таисер. Ой-ой-ой-ой-ой. Пипец, 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 пипец. Меня попали. Черт. Что-то они там морозят, я не знаю. На немецком, что ли? Черт. Он что, не заряжен, что ли? Я прикрою тебя отсюда. Продолжай двигаться дальше. А, это мое прикрытие. О, спасибо, мужик. Выручил. Хотя я так и не понял, как заряжать. У меня столько патронов собранных. Ну, слушайте, кровь такая натуральна. Мне кажется, я не потяну эту игру. Она довольно жуткая. У меня так сердце не останется, честное слово. Это что такое? Ткань какая-то. Ткань, ткань. Патроны есть у нас. Так. Что же дальше, ребят? Так, что тут, тупик, что ли, у нас? Короче, война, дело нелегкое. Это напоминает аптечку, но я что-то не могу взять ее. Так. И что дальше? А, я так не пролезу. И как здесь выходить? Ну, так-то я, моя тень выглядит неплохо. Я красавчик. А если прогнуться? А ну-ка. А, точно. Эффектно. Эффектно. Ага, все, прошли. Заперто, сволочь. Каска не работает. И что тебе? И куда мне деваться? А это что? О, гранаты. Так. А может туда гранату кинуть, слушай? Так. Господи. Я такой кровавый. Так. Удержите это, чтобы достаточно... Нажмите правую, чтобы... А, левую, чтобы использовать его. Так, а ну-ка. Ага. Трячемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и звук. Прям оглушительный. Ну что могу сказать, ребята? Я хочу, чтобы вот этот военный кошмар, который у нас сейчас идет, поскорее закончился. В войне нет ничего хорошего. Нет никакой поэзии. Ничего. Просто гора трупов. Ничего хорошего. Так, патрон у нас. Опять каска. Она мне не нужна. Вон, опять труп. Там. Да. Девестно. Ну, правильно говорят, что... В войне нет никакого геройства, нет поэзии. Так. А ну-ка. Что теперь? Везде с ней пролезть. Может, сюда тоже гранату кинуть? А ну-ка. Почему она руку свою не кровавую показывает? Так. Крячемся. Ага. Ведь правильно же говорят, что на войне политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные дают своих детей. Когда война заканчивается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продукты, а бедные ищут могилу своих детей. Так что... Это что было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо бежать. Я что, в тупике, что ли? анри где ты андрей оба я сейчас по моему помру или вырублюсь я не знаю ламбер на 10 его сайтовым надеюсь не вздумай умирать андрей теперь давай за мной мы почти на месте ламбер это и сразу говорю что это единственное мое первое прохождение полноценное попробуй ка там что-то меня перебить кажется они в нарты играют вот так судьба злодейка в таком случае сегодня я иду в патруль чеславье или на французской или латинской я французский не знаю это мое первое полноценное прохождение игры вот такой в такой динамике поэтому прошу меня простите если у меня будут тут заики запинание если что-то не успею прочитать увы слушайте ну вообще жутко жуть 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 это что господи это оказывается тело такое что труп кстати я вот частенько бываю в морге да но вот чтобы вот такая у меня реакция я частенько вижу ну сами понимаете я не буду излишне разглагольствовать но тем не менее здесь это довольно реалистично и жутко выглядеть здесь реакция совсем по-другому то есть на все смотришь даже несмотря на то что эта игра так одни трубы так видимо нам туда надо идти господи это что там кто-то лежит что ли кто-то что-то наливает пить захотелось анри это ты вот выпей а потом я тебя отсюда вытащу вытащит он его видимо серьезно ранен тащит видимо по земле я не могу идти моя нога я слишком слаб ты держись мы доберемся до безопасного места главное держись видим туда нам надо обратно ой господи анри а не так я для тебя обуза стопни короче даже прочитать не успел жалко по жесть вот такая вот она война теперь вы сами по себе учитесь адаптируйтесь экспериментируйте и выживаете очень-очень напоминает лозунг после выпуска 6 курса мединститут закончили ну вот идите и выживать можете адаптируйтесь жуткие звуки вообще вы вроде где-то проснулись так и где это мы смахивать наладо это лазарет видимо наш товарищ был ранен и его притащили в лазарет что то что у нас нет лучше нет пусть будет свет слишком темно это что такое крест что же такое господи кровь тут это сумка такая то что ящик не пойми что это так прогресс сохранен а видимо на автомате сохраняется все ясно с вами так что у нас тут письмо какой-то ну-ка открываем так 10 июля 1916 года рядовой клэмэн клэмэн будем читать клэмэн как-то не очень читается рядовой клэмэн поступил на лечение после событий произошедших 9 вилле в принципе у француза вот так интересно склоняются фамилии личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу пациент прибывает состояние легкой комы на внешние раздражители реагирует но лишь в течение коротких промежутков времени при последнем пробуждение мой выяснилось что он не помнит последние события при этом он даже не смог вспомнить собственное имя скорее всего это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы буду продолжать наблюдение если состояние улучшится в течение недели рекомендую провести его сайт и тянь для проведения неврологические исследования подписи доктор юсинский юсинский поляк что ли польская какая-то фамилия так ну это инвентарь наши так понимаю рука забинтованная все дела но здесь нам нечего я так понимаю ловить больше сигареты а это что такое смахивает на вот эту катушку для киноленты 6 я даже дальше не хочу идти так ну это лазарет однозначно нас притащили в лазарет я даже дальше не хочу идти его честное слово я понимаю что вот хоррор не для меня его честное слово и так нервы на пределе конечно вот серия на зи она отличается довольно богатым хоррором так скажем компонентами хоррора но тем не менее философии здесь не меньше как что такое у нас это фонарь ура у нас фонарь есть такая что у нас 9 я в агонии она сломила мое тело захватила разум терзает душу как я мог так поступить как как столовой сейчас ужинает но мне противно даже думать о еде я не знаю как ты мог так поступить исходя из надо смотреть для начала что он сделал этот товарищ так их человек как мне это делать так удержите f чтобы подзарядить фонарь однако старайтесь сильно не шуметь о когда вон она ну когда надо получается фонарь на механике только не знаю пока это как он по принципу так работать лично я такие фонари ни разу в жизни не видел может кто-то видел что жуть и видимо здесь вот такой вот монстр где-то бегает ну и звуки так и показалось ли сообщение было секундочку ребят не все нормально так здесь какая-то дверца боже тут обугленные тела это что люк а видимо не из люка выпали что ли может быть это что такое горючий какой-то фил и успел прочитать так а тут еще оказывается шкафчики выдвигается еще ко всему прочему а ну-ка 14 июля 16 года тело сержанта рейнера множественные резаные раны и грудная полоса разорвана в клочья все ребра перелом на черепная коробка пробита в результате последовательных ударов тупым предметом кто мог сотворить с ним такое если кто мог человек даже способен на такое что тут удивляться так все здесь шкафчиков ничего нет вот это карандаш это что зажим или ножницы так не разглядеть особо нам сказали сильно не шуметь так пойдемка глянем там что тут видим кто-то царапался кто-то серьезный видимо вот этот как раз таки товарищ так дальше посмотрим что у нас тоже дверь тоже заперта выслушайте жутко я последний раз хорош играл ой как давно-то ой как давно это что за пещера что за норы по моментам тоже видел такая же не туда не залезть так что тут у нас есть вообще вроде особо ничего и нет эй здесь кто-то есть я тут ой господи ханри я думал что остался один послушай мы в ловушке это все ублюдки офицеры красолюбы страны они бежали подорвали здесь все кажется так было написано не успел прочитать до конце если хочешь выбраться отсюда тебе придется рассчитать путь наружу динамит есть в арсенале а рукоятка детонатора где-то на стройке где копают найди их и сможешь выбраться черт эта тварь приближается вот возьми пожалуйста прикончь меня я хочу умереть от руки боевого товарища нет лап этой твари жесть так я не пойму у нас же вроде если валер уже он нам еще один дает патроны лежат в чулане возьми их закончить дело пожалуйста возьми сейчас же тут что у нас ладно подожди пока поживи немножко еще и обстрелу здесь все это что это что было господи что это за жесть мясо просроченное мясо которое уже не годится для употребления в пищу можно использовать для привлечения крыс и прочих вредоносных обитателей бункера можно метать в кого метнуть в тебя так я так понимаю это своего рода приманка чтобы отлечь товарища так надо быстро его прикончить иначе так о патроны тут есть так пошли до трындец вот сейчас я наверное выглядел очень недостойно пипец мне срочно надо уже кардиостимулятор дышу глубже а ну-ка а все понятно получается вот почему вот эти дыры он видимо из этого эти там такие же дыржи были он влазит через эти дыры утаскивает жертв к себе это что такое вы слышали звуки как будто он что-то там обгладывал так мне нужен фонарь то есть так них ни черта не видно так мы вернулись обратно господи как бы это грубо не звучало но я начинаю очка понять так и что и как зарядить вот это дело так так револьвер барабан на 6 патронов назначьте горячую клавишу так а вот как значит да р кей так вот окажется как надо добавлять патроны но слушайте даже в mortal kombat комбинации то меньше надо то есть натыкать чтобы что-то сделать здесь гораздо больше всего так ну попробуй что ли прострелить этот замок может точно точно мне дрожь по телу пошла вот поэтому я ненавижу хорроры так это что у нас так это что у нас тут а у нас тут свет что такое так читаем важно при работе с погибшими солдатами обращайте внимание на сообщение символы или кода от шкафчиков на обратной стороне жетонов их них их необходимо стирать прежде чем помещать жетон на хранение и вносить его в реестр по к фриллу завидующий канцелярии да уж не показался ли какая-то тут дичь а там направление так а здесь что у нас а тут дверь получается на пароли так надо искать пароль 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 где у нас пароли пароли у нас тут вряд ли найдется так а это что за ящик здесь на столе у нас больше ничего нету здесь у нас это что сигнальная шашка пригодится как когда нужна помощь подает сигнал ярким пламенем и громким шипением можно метать о у меня уже дергается я дергаюсь из-за каждого звука это что такое а это хранилище так ну можно что-то разгрузить наверное сюда пока уберу так шашка так это мы убираем мясо тоже эти фонарь и пистолет пока оставим что у нас здесь о о как можно глянуть на все так что там говорил наш товарищ который уже собирался умирать требовал от нас чтобы мы его застрелили он сказал что где-то в этом в каком-то хранилище а точно арсенал в арсенале же хранится а мы где находимся в администрации вот красная вот эта пуговка это значит администрация мы значит там сидим а нам что попасть в арсенал далеко топать а я не хочу туда топать так это что внимание персонала медсанчасти и морга вот вот стоило сегодня проморка завести тему пожалуйста проблему с нашествием крыс пока решить не удалось они набрасываются на каждое мертвое тело кроме того они преследуют раненых однако грызнов не интересует обожженная плоть поэтому нам необходимо ввести новые правила тела всех погибших следует сжигать я поговорил с отцом дарея об этой проблеме он предоставит надлежащее освещение умершим их останки будут сохранены передачи родным это не лучшее решение и оно наполняет мою душу болью но похоже что сжигание тела единственный способ остановить крыс поэтому мы должны это сделать ну ладно слушайте постоянно я слышу какой-то отвратительный голос какого-то зверя это что у нас генератор точно мы в генераторной так банка это что такое господи вот здесь что у нас что у нас здесь есть бочки какие-то о еще побольше бензина керосина так это что у нас тут читаем внимание топлив для генератора чрезвычайно опасно запрещается разводить огонь вблизи топлива запрещается стрелять из оружия вблизи топлива и ради бога не курите рядом храните топливо только в прочных металлических емкостях стекло слишком хрупкое для этих задач в случае разлива топлива немедленно вытрите место разлива и утилизируйте ветошь за пределами бункера в принципе ничего нового я тут не узнал и так понятно каждому видео то что курить рядом с керосином да и бензоколонкой опасно о тут что-то у нас это что такое карманные часы карманные часы с секундомерчиком можно синхронизировать с генератом чтобы знать насколько хватит топлива ага так дальше что у нас тут это что трупак что ли жуть надо стараться меньше шуметь потому что это ого 4820 это видим вот этот код от двери можно использовать 4820 так тут у нас что так не включается видимо топливо надо залить а топливо видимо сюда заливается а тут что написано никогда не выключать эта мразь ненавидит свет вот значит как ну в принципе все мрази в ужастиках ненавидят свет точно сюда надо залить так ага так а мы все залили все что у нас было так теперь включаем генератор ой да будет свет а я все понял получается вот этот секундомерчик он показывает сколько времени будет работать данный генератор все понятно вон там еще есть топливо заметил пока оставим здесь тогда таскать не буду вдруг придется еще что-то перетащить с собой ну слушайте эта игра такая что надо прямо так 4820 же по моему я говорю игра такая что придется очень очень шустро все делать все так ага большую часть проблем можно решить несколькими способами используйте логику и смекалку экспериментер если вам кажется что что-то можно сделать возможно вам не кажется ого вот значит когда что у нас нет ничего тут нету еще одно письмо читаем так уже несколько часов не видел других людей похоже я остался последним из живых но если все-таки есть кто-нибудь еще я оставлю это послание чтобы ты не терял время зря единственный единственный это единственный выход единственный выход из этого рукотворного ада его завалило во время взрыва поэтому нужно снова устроить взрыв чтобы его открыть не тратить время на раскопки это невозможно взорвить завалы динамит заперт в арсенале ага о как да рукоятка от детонатор находится где-то в римских туннелях в глубинах ада ну видим тот товарищ то и сказал что надо что-то в арсенале что-то копануть найти да я отправляюсь туда чтобы принести и то и другое и хотя я знаю существуешь ли ты не знаю существуешь ли ты я молюсь за тебя пожалуйста окажи мне такую любезность так получается вот этот детонатор да так вот эту фигню надо разорвать здесь да чтобы освободить проход так тут у нас что цепи мепи конечно желательно было бы карту какую-то иметь на руках так тут что у нас это что такое это выход а это что у нас офицерская казарма так так ну почти что то из того что мы я лучше дверь закрою что-то слишком шумно так это что у нас нашедшему эту записку фурнье как же я ненавижу эти французские фамилии честное слово это вообще ужас наш командир дрожит от страха рядом со мной он потерял рассудок он потерял рассудок мне уже заплекается язык прошу прощения ребят он потерял рассудок столкнувшись с пучиной страха он без конца повторяет одни и те же слова бежим мы должны бежать и закрыть зверя там где ему место он хочет бежать взорвать за собой выход чтобы закрыть этого демона здесь демона и наших людей я начинаю проникаться его словами и при этом меня охватывает такой же бездонный ужас тем солдатам которые кто прочитает это когда мы выберемся отсюда я узнаю у него код от арсенала и сообщу его по радио связи если вы будете заперти с этим зверем арсенал станет вашей единственной надеждой это все что я могу сделать на что мне хватит смелости отправляйтесь к узлу связи в солдатской казарме спрячьтесь там я передам код жюбер я теперь буду все так читать то есть франция есть франция что-то тут кликает это что такое пустая бутылка можно метать интересно в кого меньше что я сейчас бы хотел делать это попасть под раздачу так тут что-то у нас бликает так это что у нас еще одна фотография и что-то еще у сержанта жюбер кому мистер будем так говорить мистер фунье и бланчае инженеры проложили туннель через участок и вышли в древние римские туннели все как мы предлагали своды туннеля конструктивно прочны они проходят на достаточно достаточно глубней и признаюсь это последний скептически относился к последнему пункту но они действительно идут в направлении немецких позиций слушайте текста будет очень много сразу предупреждаю вообще серии амнезии они отличаются огромными объемами текста к сентябрю мы уже должны быть готовы нанести мощный удар по противнику из туннеля возможно это стоит отметить следующее ну возможно стоит отметить следующее в туннелях мы нашли урны записи на латыни и так далее сделаем все возможно чтобы сохранить материалы для будущих поколений скоро сообщу новую информацию ясно все с вами там еще что то есть я здесь не хочу сильно шуметь потому что оба видите ребят вот это называется заминировать дверь дверь поэтому здесь и крест стоит так тут у нас горючее тут что то так бутылку мы взять уже не можем потому что у нас уже есть бутылка оба она тут кого-то тащили ребят хотите верьте хотите нет но я как будто потерял ориентацию в пространстве я уже не знаю где я нахожусь куда мне надо идти надо еще завести надеюсь я не сильно прокрутил иначе боюсь чтоб не хочу попасться так отчет о ситуации после смерти трамбле в бункере вострелился хаос я взял власть в свои руки приказал людям сформировать отряды они должны выследить зверя и убить его но они говорят что это невозможно говорят что поле не берут его и спустя некоторое время зверя возвращается еще с фирепией чем прежде то есть значит в принципе нам стрелять незачем его ничто не возьмет я отправил их назад чтобы они сделали все как положено выследили и убили его если они не справятся их ждет куда более страшная кара чем когти во тьме так оба когда я вижу когту в шкафу или где-то мне сразу это становится плохо в частности из-за этого я не люблю хорроры фурнью я так понимаю это казарма тут все эти товарищи проживали Рейнард заперто тут тупик так мы же туда вроде ходили я уже запутался честно сказать немножко здесь мы были в жало мне плохо это сволочь я что в тупике это же дальше не хочу эти честные ребята я уже сам все шутиха и стараюсь не вытюживаться оба на мне уже знаете вот на самом деле мне уже сто лет мурашки не брали под ах ты всего лишь компьютерная игра я же слышу что там там кто-то ходит я даже дальше не хочу эти ребята честное слово мне уже трясет вовсю интересно там на двери и есть замок да это наше спасение так мы же здесь были вроде нет вроде были да мы здесь были мы просто ходим кругами господи это сволочь где-то здесь ходит правильно сказали в начале что сам по себе вот как я чувствую что он где-то получается по левую руку твою то налево мне кажется там кто-то на полу был показалось вы ребята мне кажется сегодня надо будет сделать перерывчик уже храбрости есть предел так что у меня там по секунда секундомерчику скоро вырубить скоро верюбиться верюбиться надо залить уже срочно по-моему я там еще запаски оставлял так надо что-то здесь оставить так бутылку я думаю смысла нет удержать все равно с ней я ничего не сделаю а вот световая шашка может помочь мне лучше чем что-либо ну короче да из меня человек который делает прохождение не очень короче я так понимаю мы пошли вообще не по тому пути не надо было туда соваться вообще мы же пошли вот сюда же да по моему да ремонтный цех и вот казарма да так здесь что у нас а свет мы подали так тут у нас что газ 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 тут что у нас арсенал вот сюда нам и нам и надо только вот черт новый куст комит как туда попасть тупик так что то у нас солдатская казарма так ну мы же уже были там на узел связи что-то я слышал читал по узел связи да что-то было ядрен батон но это однозначно какие-то взрывы война же идет и что это значит это что вообще было аварийная блокировка то есть мы двери открыть не можем я так понимаю вот аварийная вот еще аварийная все ясно с вами ребят так и тут я тоже ничего не могу сделать и послушался ли это сволочь не ходит так что тут у нас так солдатская то есть я могу попасть в арсенал через офицерскую казарму это надо было изначально глянуть в арсенал через офицерские казармы то есть в конце коридора в самом я не хочу туда идти там этот тварь эта тварь чай то в самом конце это история я так понимаю можно было бы что-нибудь взять и кинуть туда не сработал сволочь может еще что-нибудь кинуть нет не работает так я думал с детонирует откроется я смогу спокойно пройти здесь тупик вот тут еще письмо мы же здесь проходили я даже не заметил так слишком много текста излишне но куда деваться от в дольпи от 30 июня 16 скота кому фурнио и бланчаев за совершенно прошлом вечером вылазки мы захватили в плен около 20 немецких солдат из 4 резервного корпуса 2 армии теперь наши камеры переполнены рекомендую отправить пленных в лагерь как можно скорее но с одним исключением я хотел бы оставить военно-пленного номер 73014 перед захватом он сорвал с формы знаки различия поэтому его звание остается неизвестным с этого момента захвата он не проронил ни слова предполагаю что он может быть офицером или иной важной фигурой думаю если он останется без поддержки своих людей мы сможем сломить его волю жду указания а чё так жестоко то господи не показался ли он там из дырки вылез господи он там это сволочь там ладно пока он там утюжится я хотя бы еще одно письмо прочитаю 14 июля 16 года ночь несколько минут назад был слышен странный скрежет а сейчас кажется что кто-то ходит по коридору возможно это рейнер снова забрался в свою винную заночку лучше мне поговорить с ним сейчас и убедить его отправиться спать или поделиться со мной бутылкой другой 15 июля то есть уже на следующее леденящий страх раздевающийся по нашим жилам фунье пытался силой выбить ответы из солдата они утверждают что спали пока рейнер не начал кричать конечно же я верю им фунье зашел настолько далеко что обвинил военнопленного 73 014 побеги из камеры и совершение убийства это невозможно я беспокоюсь за фунье ярость скрывает его страх он вымещает ее на подчиненных и я не вижу способа прекратить это это поражает неприязнь порождает я вспоминаю тот момент когда рейнер начал кричать на его месте мог легко оказаться я и все еще могу легко оказаться но да уж мне впервые хочется чтобы поступил приказ наступать лучше встретиться лицом к лицу с 1000 метров чем остаться наедине с этим безымянным ужасом слишком абстрактно звучит безымянный ужас о какое добро у нас тут это что у нас газовая граната ох что тут у нас такое добро лишь мы пошумели это товарищ вытюживается и как нам отсюда выходить скажите пожалуйста я даже боюсь открывать вот эту историю надо взять что-нибудь что-нибудь даже не хочу влазить понимаете вот когда ты смотришь напрямую через колонки звучание видимо 1 1 я в наушниках звучит так как будто он где-то в голове моей бегает этот товарищ он точно здесь звуки такие как будто он где-то здесь прямо ну слушайте мы что-то бегали по офицерской казарме но не продвинулся даже неинтересно есть сейчас дернули взорвусь судя по всему он ушел он залез вот в эту дыру и бежал пипец это сфолочь где-то ходит вот тут господи это жесть какая-то я так понимаю мы проклялись в арсенал старца то вроде арсенал нет а нет это винный погреб а это что у нас я с английским особо так не дружу но и что теперь делать кому бригадирую стаффорду это наш четвертый официальный запрос на пополнение запаса вина содержимое погреба уже на исходе я опасаюсь реакции стороны солдат если нам все-таки придется ужесточить норму потребление я и так слышу жалобы каждый день это армия держится на моральном духе а моральный дух всецело зависит от наличия вина ну естественно в моем первоначальном запросе фигурировало 10 ящиков пока что мы получили только два понимаете война понятное дело это жестокая штука но когда еще мужики начинает бухать до причем в процессе захвата какого-то поселения до в рамках вот этого дела до могут совершать очень много не обдуманных вещей в частности насилие женщин много там нюансов мне кажется надо вот эта штука нарисована с черепушкой возможно это порох может удастся подстрелить эту историю я что-то тут вижу вот это вот этот ливер что ли ливер из него сделали ливер содрали кожу все на свете жесть последний раз вот такую вот историю по ну в морге частности я видел после того когда привезли товарища ну после аварии короче в аварии погиб и примерно вот так его раскромсали патологоанатомы я конечно не должен об этом говорить но судмедэкспертиза она такая увы так ладно господи я что сделал я чё газ вскрыл что ли вот это было глупо и зачем я это сделал идиот да уж мне бы сейчас не помешала бы маска по моему там лямка с детонировала я чувствую что у меня нет выбора надо вот эту штуку взорвать и все у меня нету патронов я даже двигаться не хочу этот урод там где-то ходит обычно знаете вот разработчики они хитрые ублюдки они на самом деле вот добавляют вот эти звуковые спецэффекта на самом деле это тварь это там нету это что такое а а динамит это что ли так так ядрен батон этого не хватало так теперь надо понимать куда мне идти вроде правильно иду так что у нас секундомерчиком а сейчас вырубится надо это срочно с у меня есть с собой да есть с собой так так теперь так что там секундомерчиком по времени у нас конечно не помешало бы еще одна канистра но мы вроде здесь все израсходовали да здесь все израсходовали так ну как по мне все что необходимо вроде обнаружили да и не ошибаюсь это что такое вообще по-моему я не все прихватил дайте к прочитаю по запискам по заданиям что надо так что-то жутко ребята очень но я не понял вот это же вроде динамит же да но я не могу никак его даже вот даже не не читается что это такое функция какого вот этого оборудования да верно за мной капли крови тянутся это нехорошо точно тянутся да конечно как иначе здесь тупик мне это весь свет что ли господи и что я не могу это открыть что ли так я здесь был же а я здесь был сюда я не могу попасть здесь мы уже все сдетонировали все взорвали к чертям собачьим ну и здесь мы тоже были здесь тоже что-то как ну даже если так мне нечем взорвать эту историю или ну-ка дайте ка я заправлю немножко на свой страх и риск короче надо вот эту штуку подстрелить мне что реально патронов нету что ли мне короче не гранаты вот что значит нерациональное использование ресурсов но я не смогу сейчас запустить эту штуку я в основном слышу звуки этой твари вот честное слово ребят я даже не могу звука вот извините пожалуйста если я такой неучастливый я просто полностью сконцентрирован на процессе можно было бы здесь что-нибудь прихватить но я даже не могу это открыть даже нет понимания как это открыть здесь судя по всему есть некая логистика что здесь надо скажем что-нибудь взрывоопасное ставить но даже если я поставлю все равно взорвать сейчас не смогу потому что у меня нету необходимых средств для этого да рациональность друг человека в данной ситуации я прогадал так но сколько у нас уже во времени но уже довольно долго играем ребят даже сюда заходить не хочу но нам в любом случае потребуется гранаты короче нужны будут ресурсы ладно ребят а это что такое гигантский шкафчик без ничего чесно и а это чисто для того чтобы спрятаться от этой сволочи понятно то что у нас пусто да инвентарь к сожалению в этой игре немножко скудноватый тварь тварь но он ранен ладно ребят я думаю пока что вот на вот этой неприступной все короче остался без света еще ко всем прочим на этом я думаю пока мы остановимся на вот этой печальной нотки посмотрим вообще дальнейшие какие действия будут в принципе мне кажется игра интересная только здесь нужно правильный порядок вещей то есть соблюсти чтобы не тратить ресурсы впустую патроны гранаты и так далее так далее если мне не удастся здесь ничего найти ну значит мы здесь прогадали в принципе мы там все канистры уже использовали так что посмотрим но в принципе игра интересная честно скажу в принципе что и характерно для амнезии кстати говоря хотя вот в третья часть амнезии там гораздо было проще в плане того что тебя там убивали но ты не умирал окончательно ты возрождался то есть не приходилось перед перегревать этап с нуля скажем да здесь этого нет вот здесь надо как говорится выживать от начала до конца то есть выживай как можешь ориентируйся как хочешь экспериментируй как можешь по сути дела это игра на эксперименты ну ребятушки спасибо за то что вы были со мной если вам интересно мы будем дальше продолжать так что пока на сегодня хватит нам стресса сегодня у меня будут сниться кошмар ну всего вам хорошего наилучшего до скорого сцена ну и ну и ну и Продолжение следует...